Бассейн, дюнный стационар, отделение амбулаторной реабилитации. На Базурово завершается будовництво дорослой поликлиники, распочатой еще 11 годов тому. Все лето медустанова открыется для пациентов. На какой стадии выготовности будинок зараз и что засталось доробить, в сюжете Марины Джалой. Кошт будовничьи монтажных работ коля 20 миллионов рублей, оплошье поликлиники 15 тысяч квадратных метров. Невеликий отделочный пусконаладочной работы и медустанова будет готова до оснащения обсталеванием. Комплектации с упрацовниками и приемы своих пациентов. Особливая ваха безбарьерному осеродию. В вестибюле з'явится подъемник, на каждом поверхе санвузлы для людей с обмежованными махчимостями. У сего у восьмиповерховым будинку пять лифтов, один з них грузовый. Зараз на объекте працуют каля 80 человек. Будовничьи материалы в основном Айчиной у темлику и гумельской вытворчасти. В активную фазу строительных работ приступило наше отделочное управление. То есть мы занимаемся очень активно выкраской помещений, установкой дверей, раскаткой напольных покрытий и потолков. Фактически по комплексу строительных монтажных работ осталось порядка месяца до завершения. В дальнейшем объект будет передан непосредственно эксплуатирующей организации для установки тяжелого медоборудования и всей медицинской вытвори соответственно. У поликлиницы разместится неврологичное, аторыно-ларынгологичное, офтермологичное отделение, отделение функциональной диагностики, терапия, хирургия, жанодшая консультация, лаборатория, отделение ЛФК, аптека и иденный стационар. Продугледженный и приемный паубокс за особным овоходом на выпадок эпидемии гриппу. На первом поверсе будет водолеотшебница. Это ванны, бассейны и душ шарко. Средо важных на керунку – амбулаторная реабилитация пациентов. Будет организовано и открыто отделение амбулаторной реабилитации физиотерапии, которая в равной степени будет оказывать медицинскую помощь непосредственно территориальному населению закрепленных районов новостройки. А также будет открыт городской центр коллективного пользования амбулаторной реабилитации. Акценты, безусловно, будут расставлены на реабилитацию неврологических пациентов, а также пациентов с кардиальной патологией. Но и, безусловно, не останутся без внимания пациенты с травматологической патологией. Безусловно, все эти направления будут поэтапно внедряться и реализовываться. Для того, чтобы они были эффективно реализованы, коротко, наверное, вам расскажу о том, что из трех составляющих будут состоять вот эти моменты реабилитации. И то, что будет нацелено на комплексную реабилитацию – это отделение электрофизиолечения различными аппаратами магнитотерапии, лазеротерапии, криотерапии и так далее. Это отделение реабилитации с современными залами ЛФК, с организацией механотерапии, с использованием современных механокомплексов в реабилитации комплексных пациентов, постинсультных в том числе, с высоким реабилитационным потенциалом, потому что это очень важный момент, и пациентов посттравматологических, после серьезных травматологических операций, которым непосредственно необходимо будет в том числе и этап амбулаторной реабилитации. Ну и третья составляющая в этой группе, скажем так, будет – это непосредственно функционирование водолечебницы с подводным душем массажем, циркулярным, восходящим, с отдельным комплексом для нижних конечностей водных процедур, и непосредственно бассейн, в котором в том числе будет проводиться занятие ЛФК, но с использованием акваэробики, аквагимнастики непосредственно в комплексе реабилитации. Заразу поликлинику и деактивная поставка медобсталевания. Сусим худко, а тут пошнуть примать пациентов. За смену медперсонал сможет обслужить коля 800 человек.